Здравствуйте! На канале Россия 24 Вести Ульяновск. С вами Елена Гончарова. И вначале коротко о главных темах. В аниматоры пойду, пусть меня научат. В Ульяновске свои двери для молодежи распахнула школа киноискусства. Увидеть правительство изнутри и заболеть. Ульяновские школьники стали участниками федеральной акции «Прогулка со знанием» и собрались на госслужбу. Подтвердил звание города трудовой доблести. Ульяновцы собрали очередной груз помощи участникам СВО. В рамках года педагога и наставника в областном центре прошел первый региональный форум методистов. Его участниками стали более 150 ульяновских учителей. Роль методистов в образовании бесценна. Они помогают учителям, сопровождают их, вооружая новейшими методиками и технологиями. В регионе была создана ассоциация методистов, участники которой уже разработали десятки уникальных проектов. У нас есть такой проект, как методическая лаборатория 73. Она проходит в дистанционном формате каждый месяц. И все свои изюминки, мастер-классы, творческие мастерские, интересные фрагменты открытых уроков, неурочных мероприятий педагоги и методисты в дистанционном формате транслируют на всю Ульяновскую область. Ряды методистов Ульяновской области пополнили еще 28 учителей, которые стали победителями конкурсного отбора. Все они получили почетные нагрудные знаки. У наших коллег всегда есть какие-то сложности в преподавании. И вот они обращаются, соответственно, к нам. И мы им помогаем. Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов, которые особо волнуют педагогическое сообщество. Кроме того, участники посетили мастер-класс актрисы драмтеатра. Вместе они обсудили, как удерживать внимание аудитории и увлечь школьников на уроки. Ведь хороший педагог всегда немного актер. Когда педагог действует как актер, он попадает в самое сердечко. И потом, помнишь, это многие-многие годы. Региональный закон о статусе педагогических работников должен стать основой федерального закона, который планируют принять в ближайшее время. Партийная акция «Единой России. Все для фронта. Все для победы» уже охватила многие регионы страны. На передовую из городов трудовой доблести отправляют помощь фронту и гуманитарные грузы. В июне 2020 года Ульяновск вошел в число первых 20 городов России, удостоенных этого звания. Региональное отделение партии уже доставили более 20 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы. Также «Единая Россия» доставила свыше 3 тысяч тонн медикаментов и медизделий. И мы это делаем не только в нашем городе Ульяновске, в Ульяновской области. Этим занимается вся страна. И для нас сегодня очень важно поддержать наших бойцов, наших военных там, которые находятся от нас далеко. Нам очень важно поддержать те семьи, которые отправили своих близких в зону специальной военной операции. Победа за нами. Все для фронта, все для победы. В зону специальной военной операции партийцы также отправляют спецсредства, квадрокоптеры, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. Школьники по всей стране прогулялись со знанием, обществом которое запустило новую просветительскую акцию, охватившую все субъекты России. Ульяновские учеников старших классов пригласили в здание правительства области. Экскурсия по местам, где много десятилетий принимают судьбоненосные решения по кабинетам и залам, которые раньше дети видели лишь с телеэкрана. Все это произвело на школьников сильное впечатление. В рамках данной акции наши наставники знакомят ребят не только с нашим городом, с традицией и культурой, но также и знакомят с теми культурно-историческими, архитектурными достопримечательными стилями, которые есть в нашем городе. На все интересующие вопросы школьников ответил зам предправительства региона Вадим Андреев. Он же провел детей по самым знаковым залам Дома правительства – Колонному и Карамзинскому. Ну а в ситуационном центре старшеклассникам рассказали о том, как в режиме реального времени можно следить за всеми параметрами жизни региона. Мы должны работать для населения, свыше население от малого до великого. Поэтому работа с молодежью, она всегда остается первостепенной. И может быть для кого-то это будет в том числе частью профориентационной работы. Я рассматривала в качестве своей профессии госслужащего и эта экскурсия, может быть, даже помогла мне определиться. Возможно, я действительно пойду в управление. Просветительская акция «Прогулка со знанием» – часть федерального просветительского марафона «Знания первые». Экскурсии уже прошли в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске, Луганске и вот теперь в Ульяновске. В регионе заработала школа кино и анимации. Образовательная программа поможет дошкольникам, подросткам и их преподавателям овладеть новыми анимационными и кинотехниками. Ну а тем, кто только ознакомится с искусством создания продуктов для большого экрана, понять, хотят ли они превратить хобби в свою профессию. Гульнара Ашарипова продолжит. У ребят три дня, чтобы продумать, снять и смонтировать настоящую короткометражку. В этом серьезном деле они не одни. Режитирует процесс руководитель региональной ассоциации кинематографистов. Часть детей имеет опыт в киносъемках. У нас здесь принимает участие такая любительская молодежная кинокомпания «Бэнк». Участвуют также учащиеся, которые проходили обучение в этой школе, выпускники, они ходили ко мне на кружок. Здесь я преподаю видеостудию, киноклуб здесь есть у нас. То есть мы занимались уже несколько лет, то есть ребята подготовленные. Но также есть ребята, которые пришли первый раз. Я сегодня проснулась с 10 утра, и мне пишут, вы будете участвовать в массовке. И я прихожу, и оказывается, у меня сегодня главная роль. Так неожиданно получилось. Я очень этому рада, потому что персонаж, которого я играю, очень похож на меня, как и в жизни получается. Так что мне не приходится сильно стараться. Краткометражку о первой подростковой любви по задумке руководителей проекта ждет большое будущее. Ее покажут на анимационных лабораториях, онлайн-платформах и отправят на фестивали. Такая же судьба у анимационных фильмов. Мультика большой роли собак в Великой Отечественной войне помогает снимать педагог из Казани. Главное нам выставить картинку так, чтобы у нас было видно все. Если мы приближаем, у нас в любой момент может слететь программа, и у нас с тобой все слетит, и нам придется переснимать заново. Аниматоры из Санкт-Петербурга работают с педагогами. Говорят о самых востребованных техниках в современной анимации и возможностях изучения их с детьми. Мы расскажем о каких-то важных нюансах именно в работе с детьми. То есть с точки зрения, что анимация, опять же, искусство, и каким элементам нужно особо обращать внимание при работе, чтобы детям транслировать, насколько анимация все-таки сложный и интересный процесс, чтобы это не было каким-то ремесленным занятием. Мы будем делать больше упор на режиссуру все-таки, поскольку мы режиссеры. Я думаю, технически преподаватели очень много уже что умеют. А именно в режиссуре, как строить историю, как ее рассказывать, почему выбирать определенный тип техники, под какую конкретную историю, это тоже очень важно знать. И также про культуру изображения мы сегодня побеседуем. Школа кино и анимации будет работать до мая. За это время ее учениками станут еще несколько десятков дошколят и студентов Ульяновского колледжа культуры и искусства. В Ульяновске, как и в других городах нашей страны, стартовала ставшая давно традиционной акция «Георгиевская ленточка». Это символ памяти, связи поколений и воинской славы России. Она олицетворяет мужество и героизм. Волонтеры Победы начали раздавать ленты на площадях, крупных перекрестках, в университетах. Работники правительства Ульяновской области также получили знаковый символ. Ленточек мы заготовили более 35 тысяч на Ульяновскую область. Также георгиевские ленточки мы распространили по районам, чтобы в районах тоже их раздавали и помнили об этом событии. Также у нас проходит российская акция «Красная гвоздика». Она проводится уже не первый год. В чем суть этой акции? Вы можете пожертвовать любую сумму для этой акции, а взамен вы можете взять саму «Красную гвоздику». Она в виде значка, вы можете ее прицепить на грудь, чтобы тоже было видно. Пожертвования уйдут на нужды военнослужащих и ветеранов. Акция «Георгиевская ленточка» продлится в стране и в нашем регионе до 9 мая. Ну а сразу после информации о погоде смотрите «Арт-студию». В гостях у Александра Филатова сегодня кинорежиссер Владимир Потапов. Творческое интервью продолжит эфир канала «Россия-24» через минуту. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области плюс 2, плюс 7. В Ульяновске от 5 до 7 выше нуля. Завтра днем по области плюс 20, плюс 25. В Ульяновске от 22 до 24 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова